В Прикаме для контроля за строительством ключевых объектов в сегменте государственно-частного партнерства будет следить дирекция дорожных концессий. Она еще формируется. Один из первых объектов, который попадет под пристальный контроль, это Чусовской мост. Объект неоднократно обсуждался на уровне региона в связи с отставанием сроков строительства. Учеждение займется выравниванием этих сроков. Об этом мы в целом о работе нового органа. Сейчас мы поговорим о нашей студии. У нас в гостях Александр Валентинович Соломатин, руководитель дирекции дорожных концессий. Здравствуйте, Александр Валентинович. Спасибо, что наше время пообщаться. Дирекция уже начала работу. Вы фактически уже работаете? Набран минимальный штат. Люди находятся и на объекте, и на территории Министерства транспорта Пермского края. Мы, что называется, уже в теме. То есть вы уже, если мы начали говорить про Чусовской мост, вы с этим объектом уже работаете? Да, конечно. Каким образом? Что вы делаете? Мы контролируем соблюдение графиков, соблюдение сроков, соблюдение условий концессионного соглашения. Каким образом? То есть вы документы запрашиваете у подрядчика и в Минтрансе? Мы ждем полный производственный контроль. Ежедневные отчеты от подрядчика мы получаем, контролируем приобретаемые материалы на качество, на соответствие проекту. То есть качество, количество и стоимость у нас под контролем. Главная задача сейчас наверстать график. Вы, получается, каким-то образом сейчас подменили функции Минтранса, который до этого следил? Ну, не совсем так. Потому что объекта новый, единственное концессионное соглашение в рамках транспортного строительства. Поэтому все с нуля, все новое мы не то чтобы подменяем. Мы сейчас совершенствуем систему управления реализацией этого концессионного соглашения. А научиться не у кого? То есть вы говорите, что объект новый и в целом такая новая структура для региона? Ну, на самом деле мы не изобретали велосипед. В настоящее время на территории России реализуется и в Калининграде, и в Новосибирске концессионное соглашение ГЧП. И подобные структуры созданы и там. В принципе, этот объект охотится на особом контроле у губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина. И по его инициативе, по его поручению, в общем-то, и создано это государственное казенное учреждение. Ваша цель какая максимум? То есть вы должны привести график по строительству участкового моста в норматив? Мне нравится словосочетание, мы должны выровнять стройку. Что это значит? То есть вот сейчас отставание, там разные цифры назывались. Кто-то говорил, что отставание 3 месяца, цифры разнятся, подрядчик тоже об этом никак. В зависимости от конструктива, да, некоторая разбивка есть по отставанию. Но в принципе график сейчас нагоняется. Это реально. Вообще, по каким направлениям вы будете проверять? Насколько я понял, в дирекции есть там прям 4 отдельных таких, так сказать, подразделения, как это правильно называть? Отдела? Отдела у нас будет. Отдел производственного контроля, отдел сметного контроля, отдел, который будет заниматься землей, юридическое направление на соответствие консессионному соглашению. Ну, в общем-то, вот 4 основных направления. Кто сотрудники-то? Часть людей из Минтранса, часть вы перетянули из дорожников, из дорожного строительства? Перетянули некорректно, то есть как бы у нас двери открыты, люди приходят с ними. Схантили? Хорошо, в хорошем смысле. Я же не говорю, что там, да, переманили кого-то. Да. Ну, в принципе, заходят специалисты, да. То есть как бы те, на кого я полностью рассчитываю, те, кто профессионалы. Ведь если где-нибудь в каком-нибудь населенном пункте построена школа, это же не значит, что до этого там все были безграмотные. То же самое и здесь. Мы начинаем не с нуля, то есть люди заходят и сами у себя учимся, совершенствуемся. А хватает кадров-то на уровне региона для такого учреждения? Да. Для чего вот именно следить за Часовским мостом? Почему нельзя было делать это в рамках того же Минтранса? Очень специфический функционал. То есть здесь надо сделать особую структуру. Не сказать, что там в Минтрансе не было специалистов, но просто это несколько другое. Этим надо заниматься круглосуточно, 7 дней в неделю и профессионалами. То есть в рамках Минтранса это нельзя было сделать? Создать какой-то отдел и ему перепоручить функции? На самом деле был отдел сопровождения концессии, но надо было усилить контроль за подрядчиком, за концессионером. То есть теперь по каждому направлению есть отдельный человек, а может быть там их будет и несколько, возможно, да. Вообще сколько человек будет в этой дирекции? Дирекция правильно называется? Да, дирекция дорожных концессий. Государственное казенное учреждение Пермского края, дирекция дорожных концессий. На этот год штатная плановая численность 26 человек, на будущий 35. Но это при условии, что мы будем осуществлять контроль концессий по другим объектам транспортного строительства. Это может быть северный автомобильный обход, это может быть третий мост через Каму. Интересно, и вы объекты назвали. То есть это в ближайших планах, да? Ну понятно, что там тем больше будет объектов, тем больше у вас будет работы. Вы расписали себе примерный план работы на этот год, например? Или пока у вас шестовской мост это единственный объект, над которым вы серьезно работаете? Мы сейчас сформировали команду. Мы, что называется, сейчас отходим от берега. Вот мы пойдем полным ходом и тогда уже будем расписывать и планировать. А сейчас в 100%, в 110% своего потенциала мы будем тратить на шестовской мост. Да может ли это, вы можете ли в территории заходить? Потому что там же, наверное, тоже ожидается, что будут какие-то объекты в сфере ГЧП реализовываться. Может быть, не такие масштабные, конечно, как шестовской мост? Я думаю, что здесь нет ограничений. А у вас какие полномочия есть в рамках дирекции? Почему вы поставили контролировать? Вы будете просто какие-то отчеты Минтрансу давать? Или у вас есть реальные инструменты принуждения подрядчика? В постановлении о создании государственного учреждения весь функционал прописан. Мы осуществляем производственный контроль, строительный контроль и контроль за реализацией концессионного соглашения. То есть достаточно широкие полномочия. Мы принимаем выполненные работы. Мы будем, если потребуется, подписывать дополнительное соглашение к концессионному соглашению. То есть вы можете рекомендовать, например, Минтрансу выставить штрафные санкции подрядчику? Например. Этот функционал концидента делегирован к государственному казенному учреждению. То есть вы прямо сами все это делаете. Есть ли там какой-то объект? Я сейчас не говорю чисто про шестовской мост, чтобы вы не подумали, что это провокационный вопрос. Отставание по срокам идет. Можете ли вы рекомендовать расторгнуть с подрядчиком договор? Или каким-то образом прямо сами выйти с такой инициативы? Наша основная задача не допускать этого. Не допускать. А если все-таки это есть? Если придется, мы применим эти санкции. Это можно сделать, да? Каким образом вы будете работать вообще с подрядчиками? То есть получается, что они где-то вам какую-то отчетность отправляют? Ну да, это после концессионного соглашения. Концессионер предоставляет ежемесячную отчетность. Кроме того, в ежедневном режиме мы ведем контроль суточного выполнения графиков, количественного наличия людей на объекте. Кроме того, один или даже два раза в неделю я непосредственно на объекте провожу штабные заседания. Когда мы узнаем информацию следующую, актуальную по Читовскому мосту, какая вот сейчас у нее готовность? Готовы ли вы назвать какие-то цифры по отставанию? Если назвать общую, понятно, что по каждому, наверное, процессу отдельные сроки отставания. На сегодня на самом деле подписанных денежного выполнения в денежном выражении 5,89% выполнения. Но фактически незавершенки, та, которая еще находится в стадии прохождения экспертизы изменения проектных решений, ну, порядка еще 2,5 миллиардов рублей, или я так оцениваю, в 23-24% технической готовности. Когда эти цифры можно довести до норматива? Когда эти 2,5 миллиарда можно освоить? Можно ли до конца года? До конца года, однозначно. Это ваша задача, которую вы себе ставите и ставите ее конституционеру? Это тот минимум процента технической готовности, который у нас подписан с Федеральным дорожным агентством по реализации этого соглашения. То есть это, в принципе, реальные планы, которые вы себе ставите? Да, да. Не какие-то амбициозные облачные планы, а ваши KPI конкретные, условные. Конкретно план по выполнению и проценту технической готовности на конец года у меня лично много больше. Это тот минимум, который необходимо выполнить. Последний вопрос. Что в целом даст новая структура региону в целом в рамках концессий? Я очень надеюсь, что мы в конечном итоге получим объект или объекты в будущем. Ну и, безусловно, самостоятельную команду профессионалов, которая будет в дальнейшем приносить благо Пермскому краю. И в дальнейшем следить за подобными объектами. Спасибо огромное за беседу. В нашей студии Александр Соломатин, руководитель дирекции дорожных концессий, которая вновь создалась в нашем регионе. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо.